Один нижегородский преподаватель в центре сразу двух скандалов – коррупционного и судебного. Речь идет о преподавателе философии Нижегородского авиационного технического колледжа Марии Кадырновой. По версии следствия, она за хорошие оценки студентам пыталась стать красивее. Брала взятки не только деньгами, но и сертификатами в косметические магазины. В итоге она пошла под суд. Но вот прямо в зале суда устроила истерику. «Помогите! Куда пошли? Я не буду с этой проституткой разговаривать!» «Тихо, не кричай!» «Я сказала, я домой пошла!» «Ну, вас же потом привезут!» «Попробуйте!» «Ну как попробовать? Федеральный розыск привезут вас!» «Да плевать мне на ваш федеральный розыск, как на вашу рашку!» «Какую рашку?» «Вашу вонючую поганую страну!» «Она у нас не поганая, не вонючая! Вы грамотный человек!» «Помогите!» «Ну и чего?» «Дальше-то чего?» «Преподаватель брала с студентов взятки в виде денежных средств, так и купонов косметического магазина за выставление им положительных оценок за экзамены и зачеты». «Наталья Вадимовна, вызывайте скорую помощь, они меня довели!» «Это решает?» «Я сказала, нет!» «Это решает, что вы делаете заседание?» «Нет!» «Мария Михайловна, почему вы себя так ведете безобразно? Что за поведение такое?» «Бесты же!» Кстати, за кадром работники суда сообщили, что для них этот процесс крайне тяжелый, поскольку подсудимая ведет себя подобным образом едва ли не на каждом заседании. Она уже пыталась выпрыгнуть с третьего этажа здания суда прямо во время заседания, а также пыталась покончить жизнь самоубийством путем перегрызания вен на руке. Кстати, столь непатриотичные высказывания о стране Мария Кордынова еще и подкрепляла попытками выбросить в окно свой паспорт. Подчеркнув, что так себя ведет преподаватель философии, который учил и детей. Как такие люди становятся педагогами, этот вопрос мы хотели задать руководству техникам, но там не просто не пожелали отвечать, а даже вызвали полицию. «Нас вызовут, а не мы приехали». «Да, я вообще поступил». «Поступил заявку Б4 о том, что неизвестные люди снимают молодые школьники». «Мы же так нарушаем это, по-моему». «Никто еще студентов не жаловался, что она психически ненормальная у нас, потому что мы проходим медосмотр, вот я сейчас как раз в медосмотр иду. Мы проходим психиатра, нейропатолога, проходим всех врачей, которые дают допуск или разрешение к преподавательской деятельности. Кстати, отношение к коррупции в этом колледже весьма странное, причем и у преподавателей, и у студентов. «Ну, как в шоке. Ну, все берут, вот так и согласитесь. Ну, как в шоке. Ну, так. Ну, берет и берет. Не пойным, не вор. Есть такая поговорка русская, это первое. И потом сказать, что, например, никто ничего не берет, это тоже нельзя. Если уж у нас Марина Михайловна, так вот, про нее такие вещи говорят, да, тогда уже давайте про всех будем открыто так говорить». Кстати, в итоге Марию Кардынову от работы все-таки отстранили, а затем она уволилась по собственному желанию. Между тем, это судебное заседание должно было стать последним. Подсудимая должна была произнести последнее слово, а затем выслушать приговор. Однако, как вы видели, заседание пришлось перенести. И получится ли у суда вынести приговор в следующий раз, остается только загадкой. Продолжение следует...